После дождя, по вечерам и в жаркую погоду. Именно при таких условиях чаще всего кировчане ощущают неприятный запах в городе. Проблема существует давно, не меньше 10 лет, говорят горожане. Все это время сотрудники проверяющих органов и общественники ищут источник неприятного, а возможно и вредного запаха. Это попыталась сделать и Елена Шарыгина. Наступление лета и теплой погоды в Кирове привычно ассоциируется у горожан с неприятным запахом на улице. Больше всего от злого не страдают жители юго-запада, филейки и лепси. Говорят, уже привыкли. Некоторые уже даже не замечают, что пахнет чем-то неприятным. Тем не менее, спасаться от спрада как-то надо, убеждены кировчане. Мы закрываем окна, стараемся на улицу в это время не выходить. А больше как спасешься? Не противокажу одевать. Я думаю, Бехимзавод – это источник запаха. Потому что когда ветер дует с северо-запада, и постоянно этот запах появляется. Что-то неприятное такое, знаете. Именно это предприятие многие жители города винят в испорченном городском воздухе. Да, по вечерам бывает западное. Есть Бехимзавод, наверное. Ненормально сделана канализация. Я думаю, плохой отоп воды. А БХЗ надо проверить. Ну и все то, что находится дальше. Бехим. А почему вы так думаете? Потому что там предприятие такое. От предприятий, может быть, БХЗ. Ну самое распространенное мнение. Мнение это появилось еще лет 10 назад. В 2010 году представители завода рассказывали и показывали. Запах идет от горения лигнина. Тогда были сложности с тушением подземного пожара. На Биохиме соглашались с тем, что это с их территории идет неприятный запах. Но разводили руками. Мол, тушить пламя нечем. Все готово. Люди готовы. Шланги лежат. Все пробросано. Поэтому все заключается в подаче воды. Сейчас продукты распада около завода не горят. Но чище воздух не стал. Все по-прежнему грешат на Биохим, но это не доказано. Сотрудники предприятия не пускают специалистов Роспотребнадзора на территорию завода. Хотя в ведомстве уверены, источники именно там. Имеющиеся информации у нас, мы точно определенно знаем, что да, это предприятие выбрасывает массу загрязняющих веществ, которые способны сформировать запахи на территории жилой застройки города Кирова. К ним относятся сероводород, аммиак, этил и метилмеркоптаны, которые противные вызывают приступы тошноты. Вот это как раз связано с деятельностью очистных сооружений. Около завода специалисты Роспотребнадзора проверили воздух, и как оказалось, он загрязнен. Как и вода в пруду рядом с Биохимом. Сейчас специалисты ищут все возможные источники зловонии. После этого будет проведена так называемая дезодорация воздуха. Проще говоря, его очистка. Этим готовы заняться студенты и преподаватели ВИАДГУ. Прежде всего надо определить источники запаха, характер запаха, то есть основные компоненты, которые образуют вот этот запах. И бороться с запахом, конечно, необходимо на источнике запаха. То есть обнаруживаем источник запаха, смотрим, чем пахнет, и тогда уже подбираем способы борьбы с этим запахом. Кроме биохимзавода в загрязнении воздуха подозревают кирпичный завод и мясокомбинат в Дороничах. К проблеме подключились прокуроры. Результаты своей проверки они обнародуют в середине июля. Елена Шарыгина, Денис Тружков, Бюро новостей Довича.